Приветствую вас! Во-первых, значит, что хочется отметить, это то, что вы не забыли вопрос. То есть у вас отсутствует вопрос, отсутствует, значит, вопрос к нам, к психологам. Вот, совершенно непонятно, чего вы хотите конкретно. То есть все хотите поменять, вот. Если хотите поменять его, тогда одно, это один вид, одно направление рекомендации. Если хотите поменять что-то в себе, то это другой вид рекомендаций. Понимаете? И как бы вот здесь на самом деле непонятно, что вы хотите-то вообще, собственно, для себя. Я так думаю, что вы, в общем-то, не случайно не задаете вопрос. Да, потому что вам не очень хочется выходить из вот того состояния, да, в котором вы сейчас находитесь. То есть вам чем-то выгодно, чем-то комфортно находиться в этом состоянии. Вот. Оно вам, видимо, что-то дает. Ну, например, дает возможность не принимать решений никаких. Например, дает возможность продолжать удовлетворять, значит, свои потребности. Ну, потребность, например, в той же семье, да, вот, которую вы хотите. То есть здесь, здесь очень важно, чтобы вы для себя определились, что хотите, что хотите, что нужно вам, чего хотите от психологов, да. Это одно из, один из самых важных моментов, вот здесь. Следующее. Следующее, о чем хочется сказать, это о том, что вы мечтаете о семье. То есть это вот тоже, на мой взгляд, такой очень важный момент, потому что семья не может быть самоцелью. Никак семья не может быть самоцелью в отношениях, вот, и то, что вы хотите семью, и то, что вы мечтаете о семье. Это показатель того, что вы не удовлетворены сами по, ну, сами по себе не удовлетворены. Вот. То есть вам нужна семья для чего-то. Знаете? Тем более, если вы говорите, что это ваша любимая тема, да, вот, то семья вам нужна для чего-то. И узнать, понять для чего вам нужна семья, почему она вам нужна. И реализовать то, что вы хотите получить через семью. Очень важная задача для вас, чтобы вы строили отношения максимально адекватно, максимально независимо, максимально свободно. Вот. Ну и для выздоровления отношений это тоже очень полезная история, потому что, как бы, это позволит вам проявлять себя максимально естественно, да, максимально свободно, максимально независимо, вот. И не быть привязанной к человеку и, соответственно, вести себя с ним в соответствии со своими ценностями, да, которые у вас есть. А пока на данный момент вы сделать этого не можете, ну, потому что вы зависим. То есть, вот вы его просили, да, вот, вам нужно понять, да, только подумайте, вы просили человека, да, просили своего мужчину, вот. А только потому, что вам нужна семья, вам нужна семья. То есть, как бы, вы терпите его такое отношение к себе только потому, что вам нужна семья, понимаете. А семья это не то, это не то, не то, что может быть самой целью, да, в отношениях. То есть, за ней всегда стоит какая-то потребность, это потребность личного. Это не потребность в том, чтобы сделать человека счастливым. Дальше, следующее, следующее, о чем хочется сказать, это характер. Характер вашего взаимодействия с мужчинами. Что Костя, что Миша, оба мужчины, с которыми вы взаимодействовали исключительно только на расстоянии, исключительно только в кибер-растранстве, да, то есть, исключительно только в интернете. А в реальной жизни эти люди к вам отношения никакого не имеют. Ну, то есть, Миша, он, понятно, обещает приехать и жениться. Вот, но тем не менее, вы знакомитесь с мужчинами почему-то в интернете. И я не думаю, что это случайность, я не думаю, что это вот возникло, ну, из ниоткуда. Вполне возможно, что у вас, у вас есть такие черты, как стеснительность, скромность, неуверенность в себе, что мешает вам взаимодействовать с мужчинами, ну, на таком вот более реальном, да, и более приспособленном уровне, чем тот, который используете вы. Некоторые вопросы вызывают то, что вы просили заняться с собой виртуальным сексом, да, то есть, не мужчина настаивал, а вы сами. Тоже, как бы, это навевает определенные вопросы, мысли, в контексте того, о чем я вам сказал. Вот, но следующий пункт, как бы, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это участие отца. То есть, отец почему-то узнал о ваших проблемах, он откуда-то знал о том, что происходит, ну, у вас в отношениях. И мне кажется, мне кажется, что данный аспект, то есть, аспект того, что папа ваш в курсе отношений, и в курсе того, что даже вам, ну, изменили, да, вот. Ага, вы пытаетесь... ...принести отцу. Вот. А это проблема личной границы. Понимаете? Поэтому личной границы, да, то есть, что можно, что нельзя, вот, говорить другим людям, что можно доверять людям, что нельзя, чего нельзя доверять людям. Это точно то, что же одна из тонкостей, на которые вам стоит обратить внимание. Понимаете? Вот. А дальше... Дальше. Само восприятие измены, да, само восприятие измены, тоже, ну, подлежит исследованию. То есть... А, да, чуть не забыл, чуть не забыл, чуть не забыл, чуть не забыл. А, смотрите, да. Смотрите. Вам... ...а... Всего... ...всего двадцать... ...сего двадцать... ...лет, да,半всего двадцать лет. А вы уже хотите семью, то есть тут как бы вопрос, куда вы, собственно, спешите, то есть ну как бы зачем вы спешите, для чего вы спешите. Понимаете, то есть как бы куда, чтобы торопиться, ну, с семьей, понимаете, и вот это мне кажется очень важным понять. Вам, для себя. Даже дальше, следующий момент, следующий момент касается, так, забыл. Следующий момент касается восприятия измены. Смотрите, если вы человека любите, ну вот, как вы говорите, да, что вы его любите, то, соответственно, наверное, вы понимаете, что измены это следствие определенных проблем. И это следствие определенных проблем между вами. То есть если мужчина изменится, значит, как бы ему, ну, чего-то хочет, да, он чего-то хочет, но он, ну, не получает того, что он хочет. Вот. Вот. Эм. От вас, например. Например. И, соответственно, соответственно, можно задать такой вопрос, так а вы ориентируетесь на мужчину, да, ну, в отношениях или на себя? На кого вы ориентируетесь? Потому что, понимаете, если вы ориентируетесь на себя, то ваши отношения, они носят, по сути, эгоистичный характер, к сожалению. Если вы ориентируетесь на мужчину, да, то в таком случае измена, она воспринимается, как, опять же, ну, как следствие определенных, как следствие определенных проблем, да, вот. И вам здесь просто нужно посмотреть, что это за проблемы, по сути дела, вот. То есть какие они, эти проблемы у вас, что они из себя представляют, да, эти проблемы, вот. Это все можно и нужно исследовать. Просто потому что, по-другому, ну, не получится. По-другому не получится. А, и как вы восприняли вас измену? Тоже очень важно. То есть, концентрироваться на одном человеке, концентрируясь на одном человеке, да, и рассчитывая только на него, ну, в отношениях своих, вы рискуете впасть в состояние зависимости от него. И состояние зависимости от человека вам ничего хорошего не принесет. Но зависимость – это всегда потребность. то есть, у вас есть определенная потребность в чем-то, что вы хотите получить от своего, значит, ну, мужчины. То есть тут вам нужно просто поисследовать, эм, тему эту, тему созависимости. Ну, нужно вам ее посмотреть, вот. Ну, изучить самостоятельно. И после этого уже на индивидуальные консультации, да, это разбиралось подробно. Понятно, да, о чем идет речь. Дальше, значит, эм, так, значит, мы очень жду, мы мечтаем о свадьбе, о детях. Ну, вот, да, то есть, как бы, зачем, зачем свадьбе и дети, непонятно. То есть, в прыгах, как бы, надо, ну, пожить вместе, узнать друг друга, да, там, встречаться, ну, вот. И вам нужно, как бы, своей жизнью жить, да, то есть, учиться, развиваться, карьера. Ага, 1 апреля узнаю о том, что он не изменял. Ну, 1 апреля, вот. Так, это случилось, когда у нас были сукие времена, у него были проблемы со связью, я постоянно нервничал, он срывался у него за то, что он не едет ко мне. А почему срывались? Как вот, знаете, да, это эгоистичное поведение. То есть, даже не эгоистичное, а эгоцентрическое, скорее, поведение. То есть, вы срывались на него за то, что он к вам не едет. То есть, это получается, что это нужно вам. Ну, вам нужно, чтобы он к вам ехал. Это для вас. Знаете? И вот любовь, да, она по сути своей, да, она и как бы отличается от, ну, от созависимых отношений, отличается тем, что человек, который любит, он как бы, ну, не будет, да. А вот срываться. Потому что он удовлетворен как бы сам. Вот. Ну, такой же человек, он сам удовлетворен. Вот. Понимаете? Он удовлетворен сам и ему, вот, не нужно срываться на другого человека и требовать что-то. У него и так полная, полная жизнь. Понимаете? А у вас получается, что жизнь ваша, да, она, ну, как бы, не совсем полная там. Понимаете? Вот. И, как бы, вот, возникает вопрос, возникает вопрос, а почему так? Возникает вопрос, а в чем тут дело? Вот. Причины срывов какие? Вот. Значит, две недели назад отсчитывая от 1 апреля. Итог, он в обязательстве. Девушка, которая влюблена в него 10 лет. Ну, соответственно, да, это показатель того, как мужчина справляется с проблемами. Вот. Значит, дальше идем. Следующее. Так, значит, сам он мне сказал, что сказал ей однажды. Тогда она тоже влезла в отношения с его бывшей, ну, и она, видимо, туго соображает. Да нет, не туго соображает, просто так же, как и вы, она зависима. В общем, папа мне сказал, не стоит его корить, мол, вы не мучаешь их, а это ничего не значит. Ну, в принципе, папа прав. Только проблема в том, что он вообще не должен был этого знать. Я же постоянно думаю о нем и о ней. О том, как они с ней и где знаю. А вот, поисследовать немножечко по-лучше, что именно вот вы думаете. То есть, что конкретно, вы о чем думаете в данном случае? Что для вас это значит? Это похоже на механизм навязчивых, как бы, мыслей. Вот. И если у вас это действительно навязчивые мысли, вот, то навязчивые мысли, с одной стороны, они представляют из себя ваше желание, ну, то есть то, чего вы хотите. Вот. А с другой стороны, навязчивые мысли, это запрет. Ну, это я чего-то хочу, но я не могу, не могу вырезать, не могу реализовать то, чего я хочу, каким-то способом. Вот. То есть я могу это сделать, только вот, определенным способом, который мне, ну, например, разрешен. Но кем разрешен, да? Почему именно этот способ, кто его разрешил, кто его определил, не совсем здесь понятно. То есть навязчивую мысль нужно исследовать. То, что вы думаете об этом постоянно, то, что вы думаете о нем, в любом случае, является, ну, психологически деструктивной моделью поведения. Вот. И вам нужно это исследовать, чтобы, чтобы, ну, более адекватно взаимодействовать и с ним, и с собой. Вот. Понимаете? Я вот, вот я, например, более чем уверен, что вы восприняли его измену, да, как негатив по отношению к себе. То есть, по сути, его измена подтвердила ваши мысли о том, что вы какая-то, ну, не такая плохая, да. Вот. Самое обидное, что я так мечтал его обняться, а обняла его другая. Ну, вы понимаете, какая история. Во-первых, то, что вы хотите его, то, что вы мечтали его обнять, да, и как бы это никуда не делось, да. А то, что его обняла другая, это вообще ничего не значит. То есть, ну, ваши объятия, как бы это ваши объятия, и все. То есть, опять же, ощущение такое, как будто вы хотите, вы хотели, точнее, обнять его, ну, то есть, именно вы хотели его обнять. То есть, вы хотели обнять его не для него, а для себя. Понимаете? Какая только. То есть, вам нужно, вам нужно, вам нужно было его обнять для себя. Вы хотели его обнять, вы хотели быть первым, вы хотели быть для него единственным. Понимаете? Не о человеке речь идет. Иначе бы, иначе бы вели себя, вы совсем по-другому бы. Понимаете? Какая история. Вот. Потому что, что обидно? Вот в чем заключается обида? Это ожидания. Ожидания. Да? Завышенные ожидания. Какие ожидания? Чего ожидания? Вопрос. После его измены, я тогда еще ни о чем не подбревал. В смысле? А, имеется в виду по времени. После его измены. Да, правильно я понял, то есть. После его измены, но когда вы еще не знали. Я познакомился с парнем. А, значит, мой парень разрезал, потому что совесть его грызла. Если у вас в улыбочках. Как бы. А почему вы вообще познакомились в интернете? Я и ждал, и ждал, что влюбился в него. А тот парень, как? Это опять интернет какой-то, да? Много и часто общался с Костей, но Миша дико бесстился и ревновал. Хотя сам тоже оказался в соцеле той бич. И почему? Зачем ее так принижать? То есть, и я ее не обрадовываю, но и принижать ее тоже, знаете, это субъективная оценка. Оценка, это оценка, именно оценка. Оценка всегда субъективна. Я только начала догадываться, что слишком уж мне не хватает кости, я обрубился контакт и расколообщаться. Так, о чем это говорит, Диана? Это говорит о том, что у вас есть неудовлетворенность, в которой вы закрываете глаза. Дикая корила себя за предательство. Вот, обесценивайте свои желания. Обесценивайте, криткуйте свои желания, не принимайте себя и отсюда навязчивые мысли. Потом надо мной это он насмехался Миша, рассказал, что изменяет, где и как они делали. Не очень понятно, зачем он это сделал. То есть, какой контекст был. При этом сказал, что у него так не вышло дойти до конца. Отличие от... Бич. Это его зовут так или что? Почему вы так называете? Я от него ушла, но он постоянно звонил, молял и извинялся предо мной. Я считаю, что я поступил не лучше. Ну, как бы, вот, знаете, сравнивать эти вещи, да, достаточно детская позиция, потому что для вас, для вас может быть его действие является неприемлемым. И это нормально. А для него ваши действия являются неприемлемыми. Понимаете? Вот. Мужчина действительно может считать, что вы поступили плохо. Вот. По сути, по сути, это мало что меняет. Вам нужно понять, что его в любом случае это задело. Да, вас тоже задело, я согласен. Я согласен. Но если мы говорим о нем, что его задело это, это единственное, что вам нужно в действии знать. Вот. И, как бы, никаких сравнений, да, быть не должно. Если вы, опять же, любите его. Так, я до сих пор считаю, что моя виртуальная измена не сравнима с его, ну, лично я не вижу измены в том, что вы делали вообще. А вот сравнивать, это очень-очень тревожный знак. Самое обидное, опять же, я запросил Мишу заняться собой виртуальным сексом. Для чего? Он категорически был против. В общем, я уже неделю живу как на иголках, постоянно плачу, но просил Мишу. От чего на иголках? От чего плачете? И что значит простили Мишу? То есть простить, это значит принять. Принять, это значит понять, почему человек так поступил, и перестать переносить это на себя. Но плачу из-за чего? Он мне говорит, что такого не постарится никогда, что он только мой навсегда. Кто хочет семья на детей, это моя любимая тема, я всегда хотел семью. Про семью я сказал. При этом Мишу всегда знал, что измены ему прочитать не будет, что он меня потерял. Но вы же... А я взяла и простил. Ну, опять же, это говорит только о том, что вы не менее не постоянно, чем он. Просто он тоже изменял своим девушкам, я это знал и предупреждал. То есть вы считали, что вам он изменять не будет. И не просто считали, но и надеялись, ожидали этого. С чем это связано? Оказалось, ничего не могу поделать с собой. Знаете, то, что вы ссоритесь, соответственно, наговорите, что вы не простили его, а вами видят желание, ваше желание и страх. Страх, что вы не сможете реализовать свои потребности. Вот. Значит, говори ему, что больно, что ты там ругаешься, а на него горой. Ну, ты опять же сравниваешь себя, да, я говорю, что хочу увидеть, но не пока. А зачем? В общем, алло, а помощь? Помощь в чем? Завсем не могу понять, меня любят или нет. Вот ключевой момент, да, это единственное, что вас волнует, любят ли вас. Вам нужно, чтобы вас любили. А вы-то себя любите, чтобы вся эта ситуация стала возможной. Вы-то к себе как относитесь? Как вы относитесь к своим желаниям, к своим потребностям? Вот. Знаете, то, что вы себя корите, то, что вы знакомитесь в интернете, то, что у вас папа как бы в курсе ваших личных дел говорит о том, что вы себя не любите. Соответственно, сперва нужно полюбить себя, а потом уже думать, что делать со всеми отношениями. И семья, и дети. Если вы себя не любите, какая семья, какая дети? Какие дети? Если вы себя не принимаете, какая семья, какие дети? Вот. Только так. Любовь, любовь к себе, это полное принятие. Это развитие критики. Это конструктивные критики в свой адрес. Это выводы, опыт, адаптация. Это ориентация на себя в первую очередь. Это личная ответственность, личные границы. Вот. Давайте мы с вами сперва поработаем над этим, а потом вы уже будете думать, что делать. в отношениях. Вот. Выбирайте себе эксперта и начинайте работать. Потому что, ну, серьезно, то, что вы описываете, это очень серьезная незрелость. Ваша личностная незрелость, понимаете? И в таком состоянии строить отношения, семью и детей. Вот. Все время приедет, мы заведем семью. Опять же, для чего? Зачем? 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 Он опять что-то выкинет. Да, он выкинет. Мне страшно, правильно? Вам страшно, потому что вы не чувствуете себя в безопасности. А безопасности требуете вы от него. Хотя это ваша ответственность. Ваша ответственность по обеспечению безопасности Диана. Поймите, пожалуйста, это. Вот. Я думал, что он нагулялся за свою жизнь уже. Ну, 26 лет – это не такой большой срок. Вот. Так что, опять же, это наивность. Это просто наивность. Я бы знал, что вы либо становитесь такой же, как он, да, то есть, ориентированный на себя, и тогда вы находите общий язык. Либо вы ищите себе такого же наивного человека, как вы. А вот так вы будете страдать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.